К нам присоединяется Андрей Андреевич Пентковский, политический деятель, публицист. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Алексей. Андрей Андреевич, много тем. Повестка интересная сегодняшняя, но если можно, начнем с сюжета, который только что был в эфире, о том, что Госдума собирается освободить от уголовной ответственности даже за тяжкие преступления участников так называемой СВО, войны. Как вы думаете, к чему это? Куда ведут вот эти вот дорожки? Ну, вот на днях Путин встречался с так называемыми военкорами, там прозвучала, на мой взгляд, такая позорная совершенно цифра. Он сказал, что за прошедшее время, после начала войны, удалось, влилось в ряды российской армии 6 тысяч добровольцев. Он говорил там о контрактниках. Ну, контрактники это тоже разными способами, практически под давлением заставляют. То есть никакого массового энтузиазма под возглавом «вставай, страна огромная», «вставай на смертный бой», «на защиту Родины» нет. И основной резерв – это заключенные. Их надо привлекать только одним – освобождением от наказания. Ну, это эффективнейший инструмент, как бы вырвали из руках неуправляемого Пригожина, Министерство обороны это взяло в свои руки. Теперь не Пригожина, а чиновники Министерства обороны разъезжают по колониям и, ну, практически насильно заставляют заключенных подписывать с ними контракт. Андрей Андреевич, еще одну раз уж мы вспомнили о встрече с так называемыми военкорами. Еще одну, давайте, цитату Путина обсудим. Он говорил о паркетных генералах. Помните о том, что их нужно менять. Учитывая, что перед этой встречей он демонстративно отворачивался от Шойгу, как вы думаете, насколько темные тучи сгустились над последним? Ну, вентиль, это же затеял сам Путин. Вот мы же год, больше года с беспрецедентными, оскорбительными нападками. Их атакует Пригожин, одно время Кадыров его поддерживал. Ну, тогда возникла проблема, которая возникает в любом фашистском государстве при военных поражениях. Кто виноват, фюреры или генералы? Вот Путин навязывал общественное мнение, точку зрения, что это генералы. Ну, настолько убедительен был Пригожин в своей критике, действительно. Но он пошел дальше. Он же утверждает на фактах, на фактах, что это вообще Министерство обороны – это коррумпированная абсолютно организация, которая разворовывала собственных солдат. Но он, кстати, хорошо об этом осведомлен. Он же с ними вместе воровал на питании армии. Но у него свои цели. То есть он уже в глазах общества дискретировал и справедливо всю армию. Он переходит дальше своей критики. Я процитирую, но, правда, не полностью. Я не могу это сделать в прямом эфире. Его высказывали. Не мы придумали эту спецоперацию. Не мы развязали эту безмозглую так-так-так-так войну. Он, по существу, мне кажется, сейчас подводит сознательно военно-патриотическую часть зет-патриотов. Я примерно оцениваю этот сектор общества примерно в 10-15%. Он подводит их мысли о том, что бездарное Министерство обороны уже напортачивает до такой степени, что войну нам не выиграть, а как-то нужно из нее вылезать. Если продолжать тему встречи Путина с военкорами, действительно много там было интересного. А как вы считаете, зачем вообще ему нужна была эта встреча? Что он хотел показать, общаясь с этими людьми? И получилось ли у него это? Тут вопрос уже к тому, как вы в общем оцениваете впечатления после выступления. Ну, сейчас уже поступила реакция из их среды. Эти зет-блогеры, которые там присутствовали, их атакуют другие. И считают, что они там вели себя слишком верноподлинчески, присмыкательски. В общем, эта встреча не удалась. Но в чем ее задача? Дело в том, что не только перегожены стоящие за ним люди, но и Путин сам понял, что война проиграна. Вот для меня самым сенсационным на этой встрече был его ответ на мобилизацию. Категорический ответ на мобилизацию не будет. Мы же не собираемся идти до Киева. Ну, слушайте, еще два месяца назад, представьте, чтобы он сказал, что вдруг он не хочет идти на Киев. А как же с освобождением страдающего русского населения? Как же с дивансификацией? Дело в том, что он-то хочет сейчас, это уже всем ясно, он хочет максимально, на что он надеется, на почетную ничью. Мы же видели. Вас атакуют каждый день прошенные и непрошенные миротворцы. Все это Минли Хуэй, Папа Франциск, Маски, Гейтс, президенты Индонезии, Уганды с одним и тем же. Давайте остановим кровопролитие, зафиксируем позиции сторон. У русских там значительная часть украинской территории, даже больше, чем это было до 22 февраля. И Путин удастся продать это своему населению как почетную ничью. Вот он, почему встреча с патриотами? Ну, потому что подавляющее большинство населения проблем с таким сценарием нет никаких. 40 миллионов военнообязанных, которые в любой момент могут бросить в эту мясорубку, только счастливы будут, если он скажет, что война закончилась, там ничего или ничего чем-то. Вот надо убеждать каким-то образом вот эту зет-патриотическую публику. Вот этим он и начал заниматься активно. Андрей Андреевич, Российская Федерация с помощью своих помощников не только продвигает, идеи вот этих вот миротворческие планы, а и с помощью ряда, к сожалению, в том числе и американских СМИ, с которыми она, ну скажем так, мягко умеет сотрудничать, продвигают теорию о том, что контрнаступление будет решающим для позиций Запада по отношению к этой войне. Мол, если успехи недовлетворят наших партнеров, то они будут заставлять Киев садиться за стол переговоров. Как вы считаете, рассматривается ли такой вариант вообще, ну в частности в Белом доме? Ну это вот моя боль, я же здесь живу в среде этого. Вот я вам скажу, значительная часть, ну назову вот эти, это же все органы демократической партии, Байден, скажем, знал, Вашингтон, Пост, Нью-Йорк, Той, Таймс, Политика, Ньюс Вик, они же каждый день публикуют какую-нибудь очень недоброжелательную, с ядом таким, антиукраинскую статью. Ну возьмите вот эту совершенно наглую женщину, возглавляет бюро Вашингтон-Пост в Киеве, как они ворвались несколько назад к Зеленскому, ему там допрашивали, почему он не делится с ними планами военных операций. Это левое крыло, это позиция левого крыла демократической партии. Но, к счастью, в общем сейчас для нас сложилась благоприятная остановка в целом в ходе избирательной кампании, республиканская партия приняла принципиальное решение исследовать, критиковать Байдена, как это делает Трамп и Карлсон, заклятые враги Украины, обвиняя Байдена, что своя поддержка Украины, он ведет мир. К ядерной войне, а наоборот критиковать Байдена за недостаточную поддержку Украины. И это усилило позиции наших друзей внутри байденской администрации. То есть вот для таких выводов, что в Вашингтоне только и думают о том, чтобы оставить Украину и приготавливать помощь. Нет никаких оснастей. Да вот сообщение последнего часа выступления Остина на сегодняшнем Ронштейне. Ни на один день не останется Украина без нашей поддержки, заявил Остин. Это замечательно. И то, что сегодня же они решили вопрос передачи Ф-16, все это прекрасно. Но все возникает вопрос, а почему это так поздно? Почему это было с запозданием? Ведь гораздо меньше человеческой цены заплатила бы Украина за то наступление, которое она сейчас развертывает. Если бы у нее были десятки самолетов Ф-16, приходится идти на окопавшегося противника без воздушной поддержки, без армейской ПВО. Я думаю, что это начинают понимать и общество на Западе, и политики. И, конечно, все будет. Будут и Ф-16, будут и ЭТОКС. Но все это будет с опозданием. И цена, она, конечно, ужасна. Но это вот деятельность, вот это с одной стороны вот этих леваки из демократической партии, с другой крайней правой в Трампа, это очень подпитывается, подпитывается, конечно, Москвой. Это и пятая колонна Москвы, ну и достаточно так называемых полезных буржуазных идиотов. Но вот сейчас героем этой публики служит такой мерзавец Сэм Чарап, ветеран Балдайского клуба. Балдайский клуб – это преступная организация, созданная Москвой, для координации работы своих самых ценных агентов на Западе. Он беспрерывно публикует статьи на тему, что никто все равно не сможет победить в этой войне, потому что надо остановиться, вести мирные переговоры и так далее. Это присутствует. Это вот элемент борьбы очень остро здесь. Наши сторонники побеждают, но побеждаются опозданием, и цена этого опоздания огромна. Еще хотелось бы обсудить 13-й «Рамштайн», который завершился в Брюсселе. Вы вкратце о нем уже вспомнили. Что там обсуждали и о чем договорились? Британия, Дания, Нидерланды, США совместно предоставят Украине сотни ракет для ПВО. Передача уже началась и должна завершиться через несколько недель. Канада объявила о выделении пакета на 500 миллионов долларов. Украине передадут 288 ракет для защиты неба, 10 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов. Италия анонсировала предоставление новых возможностей для Украины. Несколько партнеров рассматривают присоединение к долгосрочной помощи. Как вы это оцениваете? Я так понимаю, вы говорите, что хорошо, но мало и поздно, да? Вы знаете, хорошо и мало. Надеюсь, вот нам надо преодолеть три последних барьера. Я думаю, что где-то уже после Брюссельского саммита мы будем говорить только поздно, что плохо, лучше, чтобы было бы это все раньше. Но уже, что нам нужно от американцев? И, кстати, каждый день наши сторонники, такая группа есть проукраинская, демократов и республиканцев двухпартийные в Конгрессе, вносят резолюции, требуют от Байна немедленно дать это, на бойной ракете, немедленно дать F-16, вот это два вели оружие. И самое главное, ну, почти это сделали американцы, они как-то неопределенно отвечают на вопрос. Но вот навязано самими на себя табу, что вот не использовать переданное Украине американское оружие для удара по собственной российской территории. Но это вообще бред невиданной военной истории. Одно государство напало на другое, ворвалось на его территорию, уничтожает, разрушает города, а нельзя отвечать по его территории, по аэродромам, с которых слетают эти самолеты. Вот я думаю, что от этого тоже, тоже это будет повторять все реже и реже. Андрей Андреевич, а как вы думаете, наши партнеры из США в первую очередь, они подходят к тому, чтобы это ограничение снять? Ну, вы знаете, они же по-разному говорят. Вот Блинкин еще ответил месяц назад, когда поднялась вот та же дискуссия после удара по куполу Кремля. Беспомин сказал, это право Украины использовать все имеющиеся в его распоряжении оружие, чтобы обороняться против агрессии и очищать свою территорию от агрессора. Вот тот же Соливан отвечает как бы уклончиво. Ну, вот в последний раз Кирби спрашивали по этому вопросу, он даже так рассмеялся и сказал, ну, это же война. Ну, я думаю, де-факто это снято уже ограничение. Главное вот что. Главное, что я как бы предупреждаю ваш, наверное, неизбежный вопрос, а что же с НАТО и что же на саммите НАТО? Торвались языкам. Тут же вот в чем, мне кажется, тут все очень удачно. Достигнут консенсус. Следующее. Украина вступает, становится полноправным членом НАТО на первый день после ее победы. Но, это ясно почему, потому что принять сегодня, это значит посылать своих солдат умирать на поле боя с Украиной. К этому Запад не готов, он предпочитает, он понимает. Вот это большая политическая, человеческая, психологическая драма. Весь Запад, конечно, понимает, что Украина сейчас сражается, защищая Запад. Но она уже выиграла войну для Запада. То, что Украина устояла в начале войны, и Киев не был взят за неделю, как предсказывал американский, это же спасло Западную Европу. Планы Путин тоже не скрывал своих планов. Он же говорил перед нападением, собирайте манатки, выбирайтесь вновь. Вон, если бы Украина пала, он бы в ореоле этой так называемой победы стал бы размахивать своей ядерной елдой и угрожал бы Польше и Балтии. И мы помним состояние Запада полтора года назад. Они бы уступили перед этим шантажом тогда. То есть Украина уже сделала громадное. Но, тем не менее, она продолжает сражаться одна. Ну, не готовы, видимо, и общество, и страны. Но, понимая вот эту ответственность, принято решение. Она будет оформлена 11-12-ю. А так называемая гарантия безопасности Украины в качестве образца взяты вот эта модель отношений Соединенных Штатов главный союзник Соединенных Штатов не члена. Это мода соотношений с Израилем, Тайванем, Южной Кореей и Японией. То есть полномасштабное снабжение всем необходимым оружием этих стран по стандартам НАТО, но вот без пятой статьи. Без обязательства сражаться там и умирать на территории Южной Кореи, Тайваня и Японии. Ну, это лучшее, что можно было ожидать от Запада в этой ситуации. И это бы нам устроить. То есть мы принимаем вас на первый день после победы. А для того, чтобы вы достигли этой победы, мы даем вам все необходимое оружие. Ну, и вот, кстати... Вот такой Запад, это надо одновременно, одновременно, конечно, мы должны быть благодарны за эту помощь, но с другой стороны, даже не то горько, понимаете, не то горько, да это ясно было, что они не готовы посылать свои войска и умирать. Но помощь-то к этому поставкам по новостарму можно было бы прийти раньше. Хорошо, Андрей Андреевич, если вы говорите, что решение принято о принятии в первый день после войны, после капитуляции Российской Федерации, почему сейчас тогда участились разговоры о вариантах мирных гарантий для Украины на переходный период? Нет, это гарантии, они вводятся сегодня. Сегодня это, условно, 11-12, это и есть переходный период. А с сегодняшнего состояния до победы. Понятно. И, кстати, об этом президент Чехии Петр Павел высказался. Он назвал два сценария вероятных предоставления гарантий безопасности Украины. Какие они могут быть, по словам президента Чехии? Один, это гарантии, которые были предоставлены Финляндии от начала процесса ратификации ее вступления. И другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Это вот то, что вы говорили. Я говорю об Израиле, очень тонкое замечание. У нас речь идет об Израиле, потому что Финляндии были предоставлены полные гарантии. Как бы по статье 5, хотя она еще не подписана. То есть, если Россия нападет на Финляндию, Америка будет сражаться. Вот почему эта разница? Потому что они уверены, что Россия не нападет на Финляндию, а на Украину она же напала. Вот это очень тонкое различие, вы с Павлом подметили, между Израилем и Финляндией. Нам дают... Почему они? Они же дают гарантии после победы Украины. Они не готовы дать гарантии в ходе войны. Понимаете? Нам бы хотелось больше. Но вот мы имеем модель Израиля. Андрей Андреевич, Европарламент сегодня... Если все обязанности по ставкам вооружения будут выполнены, то достаточно. Андрей Андреевич, Европарламент сегодня первым назвал преступника преступником и признал теракт на Каховской ГЭС военным преступлением именно России. Как вы думаете, когда ждать подобных, хотя бы подобных заявлений от Соединенных Штатов Америки, от Великобритании, от других наших партнеров? И, ну, может быть, уже после такого злодеяния дойдет все-таки до обсуждения вопроса о признании Российской Федерации страной террористом? Ну, как мы знаем, такой закон американский конгресс уже принял почти год назад. Осталось только подписать его государственному директору Блинкену, который, если бы одна была его, это зависело, давно бы его подписал. Что касается Каховской плотины, опять вернемся к очень показательному выступлению Путина позавчера. Он же, какую версию, он же не утверждал, что украинцы там атаковали. Он повторил версию, которая, между прочим, была ему подброшена многими так называемыми российскими оппозиционерами, как Волков, кто там, ну, я еще забыл сразу, я скажу, человек, что она как бы вот это не было, она сама разрушилась от усталости, ну, возможно, предыдущие артиллерийские атаки по ней ее как бы расшатали. То есть он же понимает, что есть сейсмические доказательства норвежского правительства и американские со спутников, которые точно указывают даже момент этого взрыва. Поэтому он пытается спрятаться за какой-то предложенной ему промежуточной версией. И я думаю, что это будет сделано, потому что даже европейский парламент, я думаю, бы не пошел на такое решительное осуждение. По-моему, даже единогласно это было принято, если бы он не знал, что есть уже сейсмологические и спутниковые доказательства. Согласитесь, подобные заявления, они очень важны для Украины в первую очередь, дабы не показалось России, что мягкотелые наши партнеры с такой беззубой реакцией, что они им закрыли на это глаза, да? Потому что у России остается еще много, в общем-то, таких кровавых козырей. И запорожская там электростанция, и заминированный Титан в Крыму, завод Крымский Титан. И ядерное оружие, возможно, со дня на день появится в Беларуси. Как вы думаете, до... Я не знаю, что там появятся какие-нибудь куклы или действительно ракеты. Это шантаж. Это Путин продолжает вот все эти демонстрации с Лукашенко, как он, как же он сказал, у нас как в каждом огороде там картошки, у нас есть это ядерное оружие, у нас в три раза больше, чем у Киросимы, мы сразу же миллион человек можем убить с одним ударом. Но это все продолжение этого шантажа. Для чего? Чтобы, опять же, чтобы не дали F-16, что не дали это. Потому что какая аргументация вот той группировки внутри Путинской армии, которая все время затягивала, начиная с этих самых жалких джавелинов. Что вы, что вы, нельзя давать джавелинам. Джавелин и гауберцы, хамеры. А вдруг, а вдруг Путин использует ядерное оружие. Уже почти не работает. И не сработает сейчас уже. Но вот они... Я больше верю, что он собственную Курскую АЭС уничтожит, чем нанесет удар ядерным оружием по Украине или по Западной Европе. Потому что ему же уже объяснили, что его после этого убьют. Хорошо. Китай. Давайте обсудим его еще. Вы у нас не только, как вы сами себя называете, смотрящим за Вашингтоном, вы еще внимательно присматриваетесь и к роли Китая в этой войне. На сегодняшний день это выжидательная позиция. Чего выжидает Си Цзиньпин? Есть ли у Путина еще шансы на то, что Си Цзиньпин может помочь? Это главная его надежда была. И как он относится к усилению ядерного шантажа в последнее время? Нет, ну вот это плюс громадная Китая. Плюс громадная Китай беспощадна к этому вопросу. Не потому, что он такой добренький, что он любит Украину. Это острейший для него вопрос. Потому что пять государств вокруг него, опасающих экспансию Китая, на пороге получения собственного ядерного оружия. И у них все технологии есть. Это именно несколько недель, но может пару месяцев получить. Это Южная Корея, это Тайвань, это Япония. Кстати, все гаранты безопасности являются Си Цзиньпин. А это Индонезия. Применение ядерного оружия в Европе решит ту политическую борьбу. Они мгновенно владеют ядерным оружием. И это крайне невыгодное для Китая развитие. Он хочет оставаться там монополистом и тоже там по-своему шантажировать и пугаться соседей. Но это другой разговор. Для нас важно то, что он... Но он же еще в прошлом сентябре, вы помните, на глазах своего мира, по телевидению на саммите в Самарканде просто лекцию читал, как студенту-двоечнику Путина, что, как же это, лидеры ядерных государств не могут так себя вести в 21 веке. Категорически в плане он это не скрывает все время. Вот даже я вам скажу сейчас, но это не наша тема сегодня, внутренние разборки России. Ну, на мой взгляд, существует очень влиятельная группа людей, вот фронтменом которых является Пригожин, которые убеждены в том, что война проиграна, ее нужно заканчивать. Причем заканчивать радикально вот эти все путинские планы почетной ничьи, оставить кусок украинской территории, продать как ничью. Это не пройдет. Они готовы соглашаться на возвращение к границе 91-го. И что меня поразило, вот эти люди, это Пригожин, Затурин, ну, абсолютно далеки от вопросов ядерной стратегии. Ну, Пригожин там в 10 лет в черме сидел, а потом в 10 лет в больнице. И вдруг и тот, и другой, и еще из этого круга люди вдруг одними теми же словами повторяют тезис. Ни в коем случае нельзя заниматься ядерным шантажом. Это наша ошибка, это делать нельзя и так далее. У меня такое ощущение, но пока еще, может, чисто конспирологическое, но одно из моих объяснений, что, в общем, с этими группами и контактирует Китай. Ему важно держать контроль над, кто там в Москве, если он понимает, что кто-то на смену Путина приходит, он налаживает контакты с этими людьми. И, в частности, вот он им диктует, может быть, как условия своей поддержки и каких-то других вопросов, категорический отказ от ядерного шантажа. Андрей Андреевич, интересно узнать, что это за группа влиятельных людей, фронтменом которых является Пригожин? Может быть, фамилии какие-то назовете или должности? Они каждый день называются. Ну, Затурин вам достаточно, вам хорошо знаком человек. Это человек, который ненавидит Украину гораздо больше, чем Путин. Он начал заниматься уничтожением Украины, еще когда Путин занимался крышеванием преступного бизнеса в Санкт-Петербурге. И для него это признание, громкое признание, что все, мы проиграли, Украина навсегда останется независимой. И никогда никакой мы нейтральность. Это дорогого стоит. Это признание этих людей. И они поняли, что сейчас нужно думать уже не о войне с Украиной, а как удержать власть и собственность в стране, проигравшей войну. Вот чем они сейчас. Вот по сути, что тоже и внушают своим поклонникам Пригожин. Он же каждый день, с одной стороны, образ такого мачо, героя войны. И его действительно так все это патриотическое быдло обожает. Но в чем он их убеждает? Он убеждает, что война проиграна. Война проиграна. И Путин, собственно, тоже подводил к этому выводу во время своего выступления. Кто себя еще Китаю предлагает, Андрей Андреевич? Очень часто встречаем мы в СМИ обсуждение фигуры Мишустина. Прямо навязывается мнение о том, что Мишустин так понравился Си Цзиньпиню. Но так его Си Цзиньпинь прекрасно принимал. И может сделать на него ставку. Ну, я думаю, что это просто обязательная практика для китайцев. Вот когда неустойчивость в политической конструкции соседнего государства. Вот возникает... Ну, они же не разбираются во всех деталях, кто там будет свергать путь. Они знают один факт медицинский. Что исполнение обязанностей президента немедленно переходит в Мишустин. Он будет подписывать бумажки. Ну, и они действительно вот удивительные, выходящие за рамки такого традиционного протокола внимательное отношение к Мишустину. Ну, во-первых, когда он был в Москве, Си Цзиньпинь провел встречу один на один. Потом тут же пригласил Мишустина как премьера-министра. Мы встречали его не как премьера-министра, там, с караулом, со всем почестями. И, опять же, очень длительные встречи, там, полтора часа один на один. Ну, вот, если уж в этой конспирологии продолжать, так, может быть, и через Мишустина передана малява китайская вот этим заговорщикам. Но я бы неправильно... Знаете, это неправильное слово. Это не столько... Это опаснее, чем заговор. Это просто овладевающее большинством, подавляющее большинством так называемых элит, то есть людей, принимающих решения, мысль о том, что война проиграна. Для этого заговора никакого не нужно. И вот триггером такого активного, конечно, наступления послужит первый крупный успех украинского государства. Взятие одного какого-нибудь... До того же Бахмута. Кстати, ну, видите, Пригожин сделал все, чтобы Бахмут стал более уязвим для украинской атаки. Но он труднее защищать его, он задумал эту пересменку. Он же ни от кого не получал приказа. Он сам объявил, я вывожу свои войска из Бахмута, если хотите, можете приходить. Но, вообще-то, в нормальных армиях это считается военным бунтом. Да, но это не единственный пример, когда бунтует Пригожин, отказывается вступать в Минобороны. Об этом тоже сегодня снова было заявление. В общем, интересно наблюдать за этими событиями. Да, они там уже постреливать начинают друг друга. Помните этот полковник Веневитов, который стрелял и взрывал, или непонятно, кто-то стрелял, или Генем Ханова. И, во всяком случае, Пригожин и Кадыров все обменивались. Очень-очень дружественными посланиями. Уткин напомнил. Мы прекрасно помним, с кем мы воевали два раза в Чечне. Так что работайте, братья, уничтожайте друг друга как можно быстрее. Пожелаем им усиления этой внутривидовой борьбы. Грызни нам это только на руку. Спасибо, Андрей Андреевич, за интересный разговор. Андрей Пянтковский, политический деятель и публицист, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.